Алистер Кроули. Тысяча рублей. Держи денежку. Маленький любитель экстремизма. Ну, я не любитель экстремизма. То есть, это неудачная шутка. Надеюсь, смерть тесака не так сильно по тебе ударила, как мне показалось. 2020 год. Полная хуета. Высер спидозной собаки. Да, есть такое. Очень хуёвый год. Еще Крылов. Какой-то сраный больница в каком-то обосранном маленьком городе. Словил два геморрагических инсульта подряд и помер. Ну, мы знаем, как, в принципе, россиянские больницы устроены. Да, давайте перевернем пациента на бок. Посмотрим, что произойдет. В то время, как сраный, блядь, Навальный в Германии на гигантские деньги лечится от, блядь, отравления калом сатаны. То есть, ну, охуительно, что я могу сказать. Потому что Лимонов умер, тоже, конечно, хуёво. Но Лимонову было пизда сколько лет, и он стал пиздец каким охранителем под конец жизни. То есть, наверное, Лимонов... По вопросу Лимонова, то есть, как бы я не относился к ранней политической деятельности Лимонова, так скажем, Лимонов поздновато умер на самом деле. Кто знает, может быть, если бы Тесак выжил, мы бы... Мне бы пришлось в итоге примерно то же самое и про него сказать. Не могу знать. Так. Но я совершенно не поддерживаю тейки того же Кашина касательно того, что Тесак мурзилка, блядь. То есть, что такое нахуй мурзилка? Кто-то мурзилка? Мурзилка это кто? Креатура власти? Это подминтованный какой-то хуй? Кто это? То есть, ну, вот тейки про мурзилок слышать от чувака, который, блядь, мизинщиками долгое время дружил с Егором Погромом. Ну, такое. То, что Тесак, он был на ресурсе Спасибо Ева, одним из ведущих контентмейкеров. Ну, да, это как бы говорит о том, что он был причастен к провластным структурам в какой-то момент своей жизни. Ну, и там еще бабка надвое сказала про обстоятельства его выхода из тюрьмы при первой отсидке, да. Ну, опять-таки, блядь, тоже вилами по воде писаная какая-то, блядь, хуета. То есть, там никто свечку-то не держал. Поэтому, ну, какой нахуй мурзилка? Чувак, блядь, отсидел в совокупности чуть больше 10 лет своей жизни, после чего, блядь, был убит нахуй в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Охуенный мурзилка, блядь, пиздец. Почему тогда, например, Кашин не мурзилка? То есть, вот аргумент в пользу того, что Кашин не мурзилка, то, что его прутом отпиздили, он чуть не умер и в итоге убежал в Лондон, да. Ну, по-моему, то, что чувак отсидел 10 лет и был нахуй убит, блядь, это как бы, ну, более весомый аргумент, чем то, что кого-то загадочно, блядь, отпиздили на улице на Захимкинский лес. То есть, ну, серьезно. Ничего не имею против Кашина, как человека, но просто с отдельными тейками в корне не согласен. Повторюсь, моя позиция по тесаку была и остается, что это, в принципе, единственная оппозиция за всю историю, скажем так, России 21 века. Единственная оппозиционная сила, которая имела хоть какой-то потенциал, в принципе, оппозиционный. Больше ничего не было. То есть, по крайней мере, я так вижу новейшую историю России. Начиная с... Начиная с начала нового тысячелетия, не было никакой оппозиции у Путина. Не было. Вот вообще. Были какие-то охуительные, блядь, компашки, включавшие в себя, блядь, пиздец каких оппозиционных людей по типу Ксиди и Собчак. То есть, давайте мы не будем вообще про эту хуету вспоминать. Есть Сисян, блядь, предельно нелепый хуй со взглядами Путина, по сути дела, как бы у которого, блядь, все родственники, нахуй, в США живут, который пиздит, значит, на тему обстоятельств, значит, того, как его дочка была устроена в Стэнфорд. Причем пиздит настолько дико, что доходит до того, что он, блядь, утверждает, что в Стэнфорде образование бесплатное. То есть, ну, хоть в глаза, ссы. То есть, это вот, это вот реально Путиноидный левел пиздежа. То есть, вот, ну, я реально не могу себе представить. То есть, вот, это вот, это же не наглый пиздеж, это тупой пиздеж. То есть, бывает наглый пиздеж, это тупой пиздеж. Наглый пиздеж, это когда предвыборная компания Джо Байдена использует кадры с ралли Трампа, делая вид, что это ралли Байдена, да, потому что они просто не могут собрать достаточное количество, значит, людей в Флориде. И поэтому они берут кадры, значит, латиносы за Байдена, да, латиносы за Трампа, латиносы Трамп из Майами. И, блядь, просто публикуют это как латиносы за Байдена, нахуй. Вот это наглый пиздеж. А бывает тупой пиздеж. То есть, когда человек просто вот несет какую-то хуйню, закапывает себя и игнорирует все, блядь, опровержения в дальнейшем. Потому что понимает, что у него фанатики есть. И он нацелен на фанатиков. А наглый пиздеж, он нацелен не на фанатиков, а просто на неинформированных людей, которые не увидят никаких опровержений, в принципе. То есть, там, на мой взгляд, принципиально разные вещи. Вот пиздоболия Навального, это вот пиздоболия реально путиноидного нахуй левла. Навального все родственники в США живут, кто еще кроме дочери. Ну, хорошо, беру часть слов обратно, не все, дочь. Ну, основной родственник это, блядь, дочь, как бы, то есть, похуй, на остальных, как бы, похуй. Ну, правда, она без видна жительства, то есть, она со студенческой, наверное, только визой. Хотя, я думаю, что если Сисяну дадут Нобелевку, то он всю семью свою, ебаную, блядь, переправит легко. Потому что с Нобелевкой мира, хотя бы с номинацией, кстати, на Нобелевку мира, может быть особая, ну, особая виза, ее иногда диссидентской визой называют, но такой на самом деле нет, она по-другому называется. Вот, поэтому он может переправиться всей семьей в США еще. Это, во-первых. Во-вторых, дочка, отучившись в Стэнфорде, может просто трудовую визу в США получить, которая будет еще и миграционной при этом. И все. То есть, это, в общем, несложная хуйня. Так, что еще можно сказать по этому поводу? Да, то есть, по поводу тесака, на мой взгляд, единственная оппозиция, которая была, в принципе. То есть, все остальное, фейки, ширмы, либо единичные какие-то диссиденты, которые не считаются. Один диссидент – это ничто. Ну, один, блядь, в поле не воин, он нихуя не делает. Птицак, он, блядь, создал организацию целую, гигантскую по всей стране, соглас, блядь, филиалами, которые, по сути дела, представляли из себя парамилитаристские паровоенные лечеи, эти, блядь, ячейки. То есть, блядь, скачками, нахуй, с там всякими лицензиями на охотничье оружие, на травмат и так далее. Ну, что, тут пока осуждать не мы, другое осуждаем. Мы осуждаем идеи, которые там пропагандировались, это мы осуждаем. А, как бы, охотничье оружие, ну, что, плохо, что ли? Нет, я вообще рекомендую всем получать, все-таки, лицензии на ношение охотничьего, ну, на владение охотничьим оружием. Вот, получать лицензии на травмат. Если по какой-то юридической причине вы не можете вообще обладать никаким оружием, в принципе, учитесь, блядь, из лука стрелять. Я нечего вам еще посоветовать. Потому что никто, блядь, вам не поможет. По зрению не дадут, как и права. В России на лук со стрелами нужна лицензия, блядь. Тебе не кажется его позиция по педофилии непоследовательной? Типа, почему мальчиков ебать нельзя, если волосы на хую выросли в 14 лет? Смотри, ну, я думаю, что с его точки зрения мальчику наносится травма какая-то психическая, которая его ломает на всю жизнь. А девочке, с его точки зрения, нет. Я, с точки зрения, не одобряю, на мой взгляд, никого нельзя ебать, если они несовершеннолетние, в принципе. То есть я отрицательно отношусь к тому и к тому. Если законы не поменяются, если поменяются, то... То и моя позиция поменяется тоже. Главное, закон не нарушать, ребята. Закон это охуенно, особенно в России. Ну и, кстати, мальчики взрослеют медленнее. Это тоже факт. Так, что я сказать хотел? Кук, а байкеры что? Какие байкеры? Хирург, блядь. Я тебя отсылаю к песне группы Воина Сиона Ночные волки. Послушай, там вкратце Сказано Государство не изымет у тебя оружие, если не будет знать о наличии у тебя оружия. Да, но если у тебя будет нелегальное оружие, и государство каким-то образом узнает о его наличии, то тебе сразу пизда. Как бы мгновенно, особенно в России. То есть, и в США ты бы отъехал, нахуй, блядь, очень надолго. В России вообще пиздец. То есть, если совсем никак, если даже с ножом, хуево. Блядь. С рукояткой от топора, ходи, короче, без лезвия, я хуй знает, что тебе сейчас сказать. Так, запомните несколько вещей. Не, не буду, не буду говорить. Не скажу. Так. Да, я не договорил про тесака. Последняя попытка горизонтальной самоорганизации, а значит последний рывок в сторону гражданского общества. Это был реструкт. Если вы этого не понимаете, это, скорее всего, вызвано тем, что вы либо дети, либо вы просто ни разу не были за пределами США, блядь, США, нахуй, РФ, США. Ни разу не были за пределами РФ, например, в США, продолжительное время. Чтобы просто понять, как устроены здоровые страны, с которых совка не было. Как ты относишься к смене взглядов у самого тесака? Ну, как я уже сказал, вот, в плане, ну, на примере Лимонова, можно сказать, что Лимонов в какой-то мере умер слишком поздно. Я не знаю, возможно, если бы тесака выжил, а и тем более, если бы он дожил до возраста, в котором умер Лимонов, возможно, про него можно было бы сказать что-то похожее. Тесака облизывал Минаев, его звали на Раша.ру, его пиарил Live News, а РЕН-ТВ ходила с ним на Сафари. Ну, РЕН-ТВ, как бы, вот, ну, РЕН-ТВ, это не то же самое, что, блядь, НТВ, или, блядь, первый. РЕН-ТВ, это канал с сюжетами про гуманоидов с планеты Нибибу, то есть, это, ну, немного другое. То есть, ну, тесака записали в инфоповоды по типу того, что, ну, типа, там, Чивисов, там, рассказывает, что инопланетяне подменили солнце, блядь, еще чем-то вроде. Так что это нормально. Они могли, в принципе, по собственной инициативе это сделать легко, а снизу. Потому что, когда, когда ты имеешь статус ресурса, который рассказывает про духов, про монстров, привидения и НЛО, ты реально можешь, дети, те очень много чего могут простить. Я думаю, кстати, в этом причина, почему РЕН-ТВ стали таким каналом в итоге. Потому что, ну, гораздо, гораздо сложнее получить хуёв за щеку. Если ты, в общем-то, занят исключительно тейками про рептилоидов и прочую шизофазию, то есть, тебе не за что, блядь, наказывать, ты шиз. То есть, эти хуя не сделают. То есть, ты, ну, в самом худшем случае, ты просто ебанько. А так, ну, можно всегда сказать, а это вообще, вообще у нас, блядь, балаган на канале происходит ебаный. То есть, вот, и Тесак писался. Так что, это ладно. Лайф-ньюс, ящи не ебучу такое. Значит, облизывал Минаев, звали на Раша.ру. Ну, как бы, да. Ну, я и говорю. То есть, вот ему спасибо Еве был и так далее. Ну, делает этот человек мурзилкой, блядь. Если он после этого, нахуй, сел минимум на 6 лет. Ну, его, ёбнули, блядь. Ну, типа, такое. Да, опять-таки, я, я всё никак не... Вообще никак не... Не это самое. Не договорю. То есть, последняя попытка горизонтальной самоорганизации была. Нихуя больше подобного не было. Ничего вообще. Просто в России гражданское общество само не появится. То есть, этого сделать нельзя. То есть, нужен инициативный правитель с соответствующим окружением. Потому что один человек, он в истории погоды не делает. Который сделает из русских нацию. То есть, как в своё время... Значит, просто вот из нихуя создали немцев. Это как его... Как этого короля звали-то, блядь? Блин, император был. Вы, короче, понимаете, о чём я. То есть, Фридрих, да. Нет, не Бисмарк. Бисмарк, это уже потом. То есть... Вот, Тесака именно был зачаток именно этого. Так, дублируя эту горизонтальную организацию, допустили сверху. Хотели подконтрольных националистов. Действительно, Тесак определённое время шёл в русле того, что им надо было. Его активная борьба с деятелями болотной. Я вижу это как историю про то, как две башни Кремля друг друга пиздили. Он, по-моему, обосравшись, что национализм выходит из-под контроля. Решили закатать всех лидеров. Сам вспомни, какие СМИ двигались. Смотри, я не против такой интерпретации абсолютно. Но в этой интерпретации он, блядь, не мурзилка. Потому что это, во-первых... Ну, во-первых, тебе Кроули ответят как бы... Башни Кремля! Значит, это первый момент. Второй момент. То, что изначально там планировалось, что будет чистая, чисто подконтрольная, как бы националистическая хуйня, да, так далее. Ну, да, ок. Ну, слушай, в России без дозволения, как бы, Единой России нихуя сделано не будет. И просто все будут убиты, нахуй, до самого раннего этапа и все. Это Россия, чувак. Значит, в-третьих, да, пиздец, как нужна была подконтрольная оппозиция для того, чтобы, блядь, выступать против Болотной. Да. Болотная, которая, по сути дела, ну, типа, вся была под, нахуй, Ксенией Собчак. Ну, такое. Да. То есть, ну, Путин настолько испугался Ксению Собчак, да, и Венедиктова, блядь. Еду я, значит, по Тверской, а там, блядь, Венедиктов, хуй сосет. Да, ринг с термосом стоит. Извиняюсь. Да, то есть, пиздец, то есть, Путин, пиздец, как просто, блядь, присел на очко. А, как бы, при виде Собчак и, блядь, Венедиктова просто, блядь, такой, о, блядь, он такой. Идите от меня в противоположную сторону, Бандарлоги, блядь. И создал Тесака, слепил голема, блядь. Ну, Шаломов, блядь, взял, слепил голема. Че ему голема-то слепить, блядь? Гомункула. А мне потом говорят, сними про гомункула видео. Видите, видите, все, все, блядь, вот мозаика, нахуй, вот этот пазл, он, блядь, идеально просто ложится. Нахуя-то это лепишь, если сам постоянно говорит, что следишь за политикой, что не следишь за политикой, тебе на нее насрать. Чувак, опровергай. Моя точка зрения идеальная, блядь. Давай, вперед. Если не пиздобол. Какую рандомную хуйню? Я не знаю, может, и типа маленький очень был, когда болотная была, я болотную помню, отлично. Фантазер, 100 рублей, слышал мнение Чибисова по тесаку, не смущает его жестокость и любовь к силовикам. Как его вообще нужно воспринимать? Не знаю, каким он был раньше, поэтому и спрашиваю. Да, чувак, хуй забей. Ну, типа, в России жить сложно довольно, да. То есть, не высказывая охранительских позиций. То есть, за силовиков, за всякое такое. Плюс ко всему, не все вообще, в принципе, ознакомлены с деятельностью, с деятельностью тесака, в принципе. То есть, некоторые люди полностью уверены, что он реально ходил, просто хуярил, блядь, всех подряд. То есть, в частности, ну, я просто состою в чатах у Чибисова, на мобилке пролистал, там просто у людей нет никаких сомнений, что убийства, повешенные на тесака, действительно имели место, он за всех перехуярил просто и все. Ну, как бы, вот, да, ну, что тут нужно, можно сказать, отчасти это непонимание, чем вообще тесак был занят, особенно после его первой отсидки, надо, в общем-то, и до. Отчасти это непонимание, в принципе, ценности его деятельности, она, ну, она, конечно, ультимативно ни к чему не привела, но в то же время, ничто, ни к чему не привело в современной, блядь, России. Это Детройт размером с одну шестую, блядь, часть суши, нахуй, забейте. Вот. Отчасти непонимание просто того, что такое горизонтальная самоорганизация, что такое гражданское общество, почему это важно. Это и тесак сам, кстати, не понимал, то есть, я, я думаю, что у него соображения это совершенно другие были. Но по факту, реструкт из себя представлял, по сути дела, именно это. Несмотря на то, что я, кстати, против пропаганды анаболиков в тех же, то есть это, это вредно, то есть, это не так вредно, как пропаганда просто ебаных наркотиков, блядь, но тоже вредно и осуждаю категорически. Ну, ты перегибаешь про Ксению Собчак, за ней там никто не шел, она была человеком, который, наоборот, отпугивал людей от протеста своим участием, там была смесь мурзилок и реальных оппозиционеров, и последние проебали мурзилка, и Эсели по болотной хуй знает на сколько лет. Ну, рад за них. Да легко, до хуя кто высказывается, и без охранительства все твои любимые либералы засирают Путина каждый день на радио эхомации. А я сказал, что, блядь, засирать Путина это какое-то сакрально важное нахуй действие, которое, типа, все меняет, сразу, куда ты это сейчас высрал, блядь. Тесак нормально топил ставленников ФСБ Навального, который набирал обороты, служил разным структурам. Ну вот. Окей, продолжаем. Юзер 7265, 100 рублей. Бля, Сисян в нулевые в лицо выстрелил челику на дебатах, который внезапно оказался сыном крупного чинуши. И ничего, пистик конфисковали, а отпустили домой. Ну да. Сисян, 100 рублей. Почему ты так негативно ставишься к Навальному? Ну, напиздил он немного. Зато он выводил людей на улицы и раскрыл многим глаза в РФ. Одно дело слышать о яхтах, совсем другое увидеть их. В этом плане Тесак не сделал нихуя. Да, нихуя не сделал абсолютно. Во-первых, выводить людей на улицы, это нехорошо, чувак. Это плохо. То есть, когда ты выводишь кучу долбоебов на улице, их просто берут на карандаш, и все, в дальнейшем они юзлес. То есть, политически они ущербны. Это если их не сажают сразу после этого. Выводить людей на улицы не нужно вообще. Это, во-первых. Во-вторых, Навальный раскрыл людям глаза на то, что в России воруют. Очень рад за него. Очень-очень за него рад. Чувак, то, что Тесак сделал, оно, блядь, было полезно. То есть, пока его инициативу не ёбнули. Искусственную. То, что делал Сисян, это, блядь, просто юзлес говно в лучшем случае. Вплоть до расследования. Пиши из-за его расследований. Насколько я знаю, я не следил, по-моему, нихуя не произошло в итоге. Правильно? Так. Мне кажется, в любом случае Сисян лучше, чем нынешний ФСБшный паханат. Так Сисян же, блядь, ФСБшная креатура, блядь, полностью. Так. Юзер 7265, 100 рублей. Потом, блядь, на выборы мэра в 2К13 не смог набрать достаточное количество подписей и пришлось у Собянина. Это факт, который он даже не отрицал. Потом, во время процесса над Сисяном по особо тяжкой статье прокурор встает и просит замены реального срока на условку. Вы нахуй вообще о чем? Спасибо за 100 рублей. Привет, Мэтт. Сисяка убили или сам себя в терячке. Мэтт, можешь посмотреть вот этого стрима. Мы где-то часа 2 разговаривали с бывшим соратником и с адвокатом Сисяка. У нас на стриме был адвокат Сисяка. С ним обсуждалось, что там произошло. То есть скандалы, интриги, расследования. Вот. Ну... Это потеря для отечественного политического дискурса, на мой взгляд, которая нахуй несравнима ни с чем. Лучше бы он нормального адвоката нанял. Там их было до хуя. То есть у него был не один адвокат, но их было до жопы. Но ничего не помогло. Навального, например. Навального скоро Нобелевка будет. Жираф Депардье. 100 рублей. То есть ходить на митинги в РФ долбоевизм, потому что посадят, а участвовать в парамилитарис в РФ это охуенная идея. Безопасный пиздец. По мне так организация сеть более парамилитарис, чем Реструкт. Да, охуенно. По скриптам. Как тебе тейки Чибисова о том, что Тесак неправильный пенсионарий, потому что брал на себя функции государства. Что Чибисов нет? Понимаешь, в России как бы с Чибисовым не так, что он в России живет. Он не может озвучивать нормальные позиции, во-первых. Во-вторых, возможно, этот факт наложил отпечаток на его абсолютно искренние позиции. Такое тоже бывает. Когда человек живет в полном кале, где он не может высказываться в принципе никак долгое время, это, в общем-то, становится второй натурой. Ну вот я, например, выступаю за огромное количество вещей, которые так уж совпадают с политикой Твича. Как ты думаешь, это вот это потому, что мне так захотелось или я просто принюхался за 10 лет проживания в Калифорнии, за то время, что я окончил два, блядь, университета в Калифорнии, получил сертификацию в еще одном. Я окончил UCLA, получил повышение квалификации в Беркли, получил магистратуру в Миддлбере, в Монтерейском Кампусе. После чего я как бы партнер Твича, это типа моя основная деятельность. То есть вот, ну вот так получилось, я принюхался, то есть у меня вот я дичайше положительно отношусь к ЛГБТ, не потому, что я сам ЛГБТ, то есть одно из другого не следует. Я, 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 то ЛГБТ, да, то есть, но стоит понимать, что вот есть ЛГБТ, как вот просто множество людей, которые это самое халай-махалай, а есть ЛГБТ как политическая общность. И как бы вот это вот множество людей, да, в которое я включен, оно заебись. А политическая общность, которая выступает за рандомную хуету, за зачастую заполнейшую хуету, это не очень охуенно. Но так уж получается, что вот я потеплел по отношению и к политической этой движухе тоже. И так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, да, я считаю, что вот есть пол, есть гендер, да, вот моя позиция. Все еще не поделаешь, то есть, до известного предела тебя среда делает все-таки. Что там Мэтт пишет? Ты веришь, что он настолько расстроился людей национализма, что взял на себя 4 убийства добровольно. Нихуя ничего он, блять, на себя не брал на самом деле, чувак. Ну да ладно. Если бы он взял бы, он бы не сделал то, что сделал. Да, значит, и опять-таки, еще по Чибисову, чтобы опять-таки расставить точки на бьё. Тесак взял на себя роль государства. Ребят, в России государство не берет на себя роль государства. Знаете, чем проблема? либертарианцам еще об этом не сообщили, но блять, вы все нахуй живете при Анкапе. Понимаете, чем проблема? Упс, вот такая хуйня. Да. Кстати, да и Анкап. Да, есть такое. Но у вас не такой Анкап, как на Украине, правда, то есть он как бы несовершеннейший. Ну вот, вот такая хуйня, молята. Менты не работают, блять, как бы, законы не действуют. Упс. Да, ну, да. То есть, можно, я, я прекрасно понимаю тейки на тему того, что вот какой-то это виджиланте какой-то взял на себя роль как бы вершителя правосудия. Это ужасно, такого быть не должно. Здоровом, блять, обществе, да. То есть, где вот, как бы, менты, блять, работают, нахуй. То есть, видите, бутылку в задницу не засунут, нахуй, в полицейском опроводке, да, с вероятностью там 8 из 10 еще, ну, вот. Вот. Да. Где, опять-таки, общество самоорганизуется, тоже. То есть, параллельно с более-менее функционирующими государственными структурами общество тоже само себя поддерживает. То есть, что, в свою очередь, это уже начинается с маленьких вещей. То есть, государство, оно начинается с больших вещей. Вся ли, приняли, блять, закон, нахуй. он имплементируется. То есть, вот, трикколдаун так происходит. Он стекает вниз. А вот, гражданское общество, оно происходит из маленьких вещей. То есть, вот, к тебе кто-то доебался, какой-то рандомный хуй, который здесь не живет. Твой сосед подошел, спросил, все ли у вас в порядке. Вот этот человек, он до вас доебался или нет. Из таких вещей состоит гражданское общество. Это в двух словах передать невозможно просто. Просто, вот, то, что в России всем на всех насрать, в принципе, ну, кроме разве что, блять, нацменов, им-то друг на друга не насрать. В рамках одной, нахуй, этнической группы. Во всем остальном всем на все похуй, блять, полностью. Потому что 70 лет совка, любая горизонтальная самоорганизация подавлялась, подавлялась жестоко. Чисто, чтобы вы поняли, блять, привожу аналогию со школой, чтобы всем было понятно. В школу, наверное, все ходили, да? Что-то вы больно много пиздите, давайте я вас рассажу. Вот в этом, собственно, в этом, собственно, составляли любые, состояли любые демографические меры, блять, в совке, нахуй. Это насчет учебы и школы. Учительница геометрии никогда не попадет в рай, потому что она чертила. Бля... Иди нахуй, дом Бонек, бля... Пиздец, блять. Надо тебя убавить по громкости, так жираф депардия 100 рублей кисак своих книгах сам рассказал что сотрудничал с а.п. помогал фальсифицировать подписи для партий доставал базы через мусоров работал непосредственно на екименко из ведущих вместе ты сознательно игнорируешь эти факты или ты просто не читал его книгу человек как бы я уже сказал что имела место блять сотрудничество это блять не делает его нахуй мурзилкой потому что по моему тот факт что он в итоге сел блять на 6 лет и был блять убит находясь под стражей это как бы ну просто блять отменяет все же был до этого ну что же он блять до этого делал от не настолько серьезная хуйня чтобы перевесить то что он блять 10 лет своей жизни с хуем провел нахуй в теряточке потом в теряточке же блять был убит при загадочных обстоятельствах куча нко и организации которые самоорганизуются чтобы сортировать мусор помогать больным это это хорошо но это полумеры добро должно быть с кулаками чувак что-то мальчиш помолчишь по мальцеву чем тени самоорганизация блять а какая там-то была самоорганизация это же по-моему просто и долбоеба каждый в интернете стрима кого поехавшего мудака смотрели нет я просто не в курсе ком вместе то что происходит в рф можно назвать анкопом чувак это гипербола блять сатирическая я просто потому что в россии не функционируют законы я об этом то есть есть ты не можешь рассчитывать на то что блять мент будет следовать закону прописанному нахуй то закона нет по факту его не существует то что там написано к это хуйня блять в рука в конституции еще в какой-то херне это блять ну тип слова на бумаге ребята примерно как ну вот в советском союзе например была книга вкусной и здоровой пищи где блять были рецепты там бифштексов нахуй профитролей какой-нибудь пудинг шоколадного там я не знаю еще какая-то такая хуйня но это не значит да я тоже стрима сармата смотрю но это не значит что блять в совке была вся эта еда на что это все можно было скушать и вот как бы то что в россии есть нахуй есть даже в россии есть например уголовный кодекс нахуй блять конституция это не значит что есть законы потому что дух закона он должен предшествовать букве закона и он должен быть важнее ее он является как бы предпосылкой для понимания закона в принципе это не я блять придумал это как бы ну гуглиться это вообще приняты блять хуйня юриспруденция есть блять лекторов золо есть спиритов золо блять дух ага продолжай охуенно да чувак ну спроси блять любого человека который на юриста в америке учился типа ну это как бы ну как на этом стоит юриспруденция вот со времен античного рима и до сих пор то что вот блять для вас это загадка это говорит о том что он вы извините вы стране медведей на унициклах живете вот такая хуйня блять то есть дух закона и в россии преподает рад за вас охуенно когда я говорю что блять уж у вас анкап я имею ввиду что вы никогда не можете рассчитывать на то что человек который представляет из себя law enforcement да то есть правоохранение да хотя на самом деле на западе право принуждения скорее называется law enforcement если так подумать который является правоохранителем будет блять этим же законом нахуй следовать вы на это рассчитывать не можете вообще вообще вы скорее скорее можете рассчитывать на обратное шум взятку возьмет ребят есть это я гиперболизирована назвал анкапом то что у вас от этого сраки блять сгорели нахуй ну говорит о том что ну я извиняюсь но вот блять хуй знает но ведь видимо киселев реально охуенно работает по всей видимости потому что у вас то точка зрения как бы у вас понявая точка зрения придется запредельно 90 был анкап с двухтысячных пришел по хампыня блять я уже сказал что я имел ввиду под анкапом но я не имею ввиду что у вас блять реализовалась мечта блять мюрре ротборда буквально я имею ввиду что стране в которой вы не можете рассчитывать что даже правоохранительные органы блять следует закону не даже хотя бы хотя бы мент чтобы следовал закону блять мент он если что нужен чтобы как бы закон нахуй напрямую применять чтобы как бы закон оберегать это правоохранительные органы они блять охраняют ваши права в россии они не охраняют ваши права в россии по факту у вас прав нет потому что если ваши права никто не охраняет они блять не существуют права государства гарантирует понимаете права гарантирует государства блять когда государство не охраняет ваши права они охраняют на избирательных права по определению не могут быть избирательными кроме избирательного права конечно пикантная игра слов по права либо есть либо нет типа для всех современном мире так то есть либо государство гарантирует блять всем гражданам нахуй права либо нихуя их них не существует тогда просто если этого не происходит потому что существование того или иного права она состоит в том что его гарантирует государство его оберегают правоохранительные органы блять а ну да все бугуртят из-за сравнения с анкапом не потому что все верят в российский закон пешанка в первую очередь предполагает децентрализацию определенной который в россии нет вообще ну хорошо в какой-то мере а анкап он скорее действительно он предполагает горизонтальную самоорганизацию которую в россии нет вообще есть это как бы предельное развитие гражданского общества которые в таком виде невозможно на самом деле настоящий анкап он невозможен нагвальный 100 рублей тисак нахваливал навального за расследование про чаек например говорил что готов за это ему простить обиды потом после расследования навального поснимали с должностей кучу людей с его подачи на умном голосовании много независимых кандидатов навальный действует хитро тисак действовал в лоб за что и присел навальный действует хитро не понимаешь о чем дело ты вот сейчас подменяешь нахуй все подряд потому что смотри ты так формулируешь как будто основное отличие в том как и зачем действовали навальный тисак то что навальный действует хитро а тисак действовал в лоб а так они про одно и то же но нихуя навальный мудак социал-демократ блять а тисак немного нет можете представить это во-первых во-вторых навальный тупо креатура фсб и как бы самая опасная сила в рф надо ли объяснять это в общем то как раз таки гб-шники потому что мы ребят была такая хуйня советский союз в ней была рога хуйня кпсс в какой-то момент госбезопасности надоело что есть такая хуйня кпсс ну и решили склопнуть вместе с этой хуйней ищи блять весь советский сайт нахуй нужен блять пизданули страну просто и все нахуй надо блять серьезно именно мест спасибо за подписку 1 твоя подписка спасибо блять меня вырвет сейчас от этих башен кремля креатур фсб и спора формата миром правит путин нет у него на лбу рога путин этот его президентом сделал вишневый блейзер спасибо за подписку 1 твоя подписка спасибо спасибо топич огуречный примат 100 рублей в централизованном государстве заниматься общественной деятельностью без государства вообще нельзя тебя ёбнут он сайт отличить кто действует от себя используя финансирование кто танцует пока деньги платит невозможно в целом можно было говорить что ленин правый папа платный провокатор а сталин агент охранки если бы не произошли некоторые события ну ленин был платным провокатором сталин был агентом охранки просто но насколько эти формулировки имеют смысл в общеисторическом масштабе до после всей той хуйни которую наделал и ленин и сталин блять вот на фоне того что там блять ленин шпионом был на этом агентом засланном в одного не того что сталин блять там как и было я агентом охранки китом он блять только не пол блять бандитам с большой дороги и так далее вот это немного растворяется просто масштабе хуеты которые которые они потом натворили аналоги определенная прослеживается сталин был кросс дрессером есть так да цик 100 рублей вопрос без подкола реально интересно как-то мог хорошо относиться к тисаку учитывая как он высказывался о геях и лгбт ваша челика который плюет в ебало таким как ты странно чувак он плевал в ебало таким как я по множеству параметров просто на мой взгляд лгбт тематика тематика беспорядочных половых связей вот это чем занята так называемые ультраправые в интернете по большей части это блять ну но но ныше и как бы то есть это клоуна допрос то есть вот это чем занят позняковские как бы всякие школьники это клоуна да блять все это но над хуета то есть ты блять против за против за какая разница но на что это блять влияет вообще на планете пиздец настоящий блять вправо есть ты правы должен выступать за снижение налогов за свободное ношение оружия за ограничение миграции если ты правой правом быть не обязательно но если ты назвался правом блять вот эти вещи там еще есть несколько пунктов но называть я их пожалуй не буду или правы кстати ты ел сегодня ну да я сегодня заказал утром завтрак из макдональдс очень хорошо поел я до сих пор принципе не ну не запредельно голодный транжиры не забывай так влад 100 рублей в беларуси рандомные люди начали вступаться за рандомных людей перед ментами и не дают их увозить формируется гражданское общество или случайная хуйня и совпадение на фоне протестов не знаю вообще что такое беларусь я я не знаю такой странный чувак но в принципе мне как бы нечего сказать по этому поводу я не следил не слежу за беларусью может быть там формируется гражданское общество для человека рандомная хуйня вот но беларуси вообще достаточно маленькая страна чтобы там какая-то спонтанная самоорганизация просто произошло просто в россии это нереально то есть там без целенаправленных действий конкретных групп лиц нихуя не произойдет это просто человек не одобряющий 100 рублей давным давно наткнулся на ролик с мероприятия дагестанского юрфака так там присутствующий конст судья дагестана заявил что в рф категорически нельзя строить правовое государство иначе текущие власти власть потеряют найду ссылку скину чмокич в пупич ну как бы да но это не напоминает тейк из вот этот документалки семена где какой-то важный жирный хуй рассказывал про этот идиотский принцип разделение властей до охуенно знаешь что самое охуенное в умном голосовании на больнято агитировали голосовать за коммунистов местных органов за коммунистов наверно местных органов которые потом выбрали себе главами единороссов ни одного главу субъекта умным голосованием не выбрали есть такое да ups люди на 100 рублей во многих странах даже наименее коррумпированных типа всяких европейских нельзя полностью рассчитывать что представители law enforcement будут защищать твои права если сисян создан на фсб то этому есть какие-то факты или это просто теория заговора у него нет ни одного разоблачения на и фсбшников то есть это основное ну и до этого люди озвучивали всякие всякие тейки сегодня просто перемотай стрим послушай мне лень значит то что нельзя полностью рассчитывать что будут защищать твои права ну отчасти это может быть вызвано тем что ты свои права просто не знаешь в этих странах вот это просто не в курсе на киплаус 100 рублей расшифры пожалуйста я тупой на чем ты основываешься когда ты говоришь что он ничего на себя не брал если он пишет об этом дословно письме своей телке я говорил что это это так да по порядку это протисака да да в письме он говорит что как бы там на него и я по-моему и все это письмо по моему опубликовано было когда уж стрим со мной не было возможности его прочитать ну типа черт такой он там наверно пишет значит на него повесили кутку может он что-то признал хуй знает но это я это все нюансы мне похуй моя позиция шумбля не убивал никого а то что он там признал не признал уже детали кс одни невозможно признать преступление который ты не совершал то есть тут опять-таки еще проблема с формулировкой нет все равно не мешает ему работать с кем-то из фсб принимать от них так как я день принимать на поля для людей он продел одержи его факта что он протестный движ втянул огромное количество людей сделал для россии очень много ну я рад ну втянул что дальше здесь про втянул протестный движ я уже неоднократно говорил ну блять ну ричард спенсер втянул в протестный движ в сша дохуя людей и работу потеряли некоторые сели окей охуенно втянул 10 из 10 ричард спенсер есть шумудак я его осуждаю даже если бы я был не на твиче лучше бы навальный не втягивал в себя самогон свекодином блять лучше бы давальный навальный не втягивал в себя говно запершись в туалете самолета пипи пупу 100 рублей марго о чем ты эти плебсы не читали законов своей страны поэтому думают не все так пиздецово кста вопрос что ты думаешь о введении в школах уроков обращения с оружием и практически стрельбе а также обязательства родителей объяснять ответственность за оружие за права на ношение я считаю необходимо сделать да то есть оно должно быть введено на обязательном уровне все все должны уметь стрелять есть такое согласен то есть в школе во первых должны учить водить автомобиль и после 11 класса школьник должен получать права таким образом просто автоматически с аттестатом и лицензию на ношение огнестрельного оружия тоже марго думает что ядро и фабакает как демократы и республиканцы еще блять фабакает фонд борьбы с коррупцией я не думаю что ядро и фабакает как демократы и республиканцы человек люди на 100 рублей что думаешь про ассанжа в целом интересно услышать твой тейк ну про выборов сша и вообще про его арест я считаю он блять мурзилка нахуй ассанж блять хуйня хуйня но спасибо еве кого-то хуйню ел блять книгах писал что работал блять блять на на этого на его гора блять мурзилка твой ассанж блять хуйня 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 на джеймса коми наверно мурзилка блять твой ассанж ебаный на секретной службе ее величество нахуй то ли делал настоящий блять оппозиционера александра оказия кортес берни сандерс еще великий навальный писал что берни сандерс гений блять вот это я понимаю оппозиция санж блять мурзилка блять мурзилка ну а сноуден стоуден блять мурзилка хуйта мурзилка блять хуйня какой нахуй снова чё он браз хуйня вот тот чувак который застрелился 12 выстрелами в затылок и спрыгнул в воду мурзилка блять тоже мы кстати осуждаем суицид тем более мало то что мурзилка мы еще его и осуждаем за суицид я блять не помню как вы не винс фостер а другой чувак который позже был значительный раз кип лаус 100 рублей он пишет дословно стал бы я не нс а либертарианцем не совершал бы целой кучи идеологически обоснованных убийств или . это метафора думаешь он не способен был убить до первой отсидки я свечку не держал я не знаю моя позиция что вот под давлением можно написать любую хуйню про самого себя вот такая моя нахуй позиция и если если люди которые скажем так на тебя давят грамотные они кретины ёбаные блять то они тебя заставят написать хорошую записку не какое-то говно типа блять я сам себя убил гудбай блять май лав нахуй вот вот мое вместо подписи крестик там еще какая-то такая хуйня а именно вот типа содержательная записка мол да 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 без не в претензиях к администрации колонии без негатива те не кажется что саша и лучше только тем что есть норм экономика и все таки правовое государство так такой же олигархат спецслужбы не значит такое и так далее т.п. как бы это лучшее устройство общества после индустриальной эпохи который можно человечество говна тоже много говна много но надо все-таки сравнивать с чем-то правильно да ребят побольше киселева смотрите про сша это самый охуенный источник информации мне охуенные пизда то то что всякие андеграундные средства массовой информации все каналы в телеграме всякие охуенные правы интеллектуалы ешь сармат блять вообще все подряд тиражирует киселевские тейки нахуй в интернете то есть вас не смущает это то есть сначала все подряд нас начали впрягаться значит заплыни в вопросах украины да то есть хотя любой адекватный человек тут здесь должен быть над схваткой на мой взгляд так сказать извиняюсь за сталинскую формулировку или чья она там блять это над схваткой но тем не менее блять это самое ну и только для галочки озвучивать что-то там про российское если что находишься блять воры ну а потом блять начали рассказывать про тейки один в один по типу америка по-вашему нормальная страна там мэром одного из городов стал сатана то есть ну это это жерель никуя не отличается хуйня про дольше блять всех увольняют залез за любой пердеж блять сторону какой-то социальной группы блять что-то блять сожгли нахуй все города блять отменили все права блять нихуя нет ребят ребят это деградация которая в сша происходит она может происходить еще 200 лет и сша не дойдет до уровня на котором сейчас находится россия то есть можно сколько угодно пиздеть на тему как бы того как какой какая поебень происходит сша да это ужасно если блять сша сравнивать с нахуй проектом в голове отцов-основателей если сша сравнивать с россией все равно блять это ну блять несравнимо то есть есть как бы еда несъеденная еще есть это переваренная ребят так кажется вы перестали терпеть когда попался тот подмосковный чинуша педофил ну да самец к смена его мы спасибо его смущает немного ну есть такой да есть не увольняют ждем он слова в чате но ты дурачок просто то есть ну не надо работать на левая контора у нас в городе устройся автомехаником хуй тебя кто уволит блять хэхэ за какое угодно слово только про про иисуса ничего плохого не говори вот и и и и и про военных тоже ничего плохого не говоря это очень для вас две очень важные вещи а так у тебя город охуенный человек почти любой маленький городок сша такой пизда творится только в больших городах ребят то что вы привыкли жить в больших городах это ваша проблема не надо блять жить в больших городах это хуёво даже если бы не было вот всей вот этой появление которое происходит в всяких сиэтлах нью-йорках и прочих клаках говна даже если бы там не жгли блять гостиницы на эти блять магазины там все банкоматы не не разъебали все палками да даже себе ничего этого не было все равно там хуёво жить блять там слишком много людей окститесь нахуй нахуй вам это надо там рента гигантская ты закуплять квартиру в этих милипиздрических блять нью-йоркских значит многоэтажках доисторических блять за за блять однокомнатную квартиру 4k в месяц блять отдаешь это потаж полный пиздец ты живешь в хуй знает нахуй в какой среде где блять воздух говно блять где постоянные ёбаные блять тайфуны потому что ты блять как манхэттен от как бы но нахуй блять это остров же блять походу да я не помню кто там остров кто полуостров блине насрать я блять терпеть не могу блять нью-йорк лос-анджелес лос-анджелес еще больше говно блять я в квартире студии жил которая стоила 1400 долларов в месяц мы с китайцем делили пополам квартира студия с выходом блять прямо на улицу то есть там не было блять лестничной клетки подъезда нихуя блять в каком районе в с воде ну район неплохой но не белый р прямо скажем вестфуд хороший район он по моему в гта пятом называется морнин вода если я не ошибаюсь по моему да вам по моему вестфуд у них называется морнинг вот ну типа морнинг вот это это утренний стояк по-английски то есть пикантная игра слов да то есть какие проблемы у больших городов кроме цены слишком много людей слишком загазованный воздух блять то есть в лос-анджелесе например до сравнительно недавних значит этих зеленых нахуй законопроектов которые прошли локальных не было нахуй видно город то есть там как бы вокруг холмы ну как блять везде на нашем побережье вокруг холмы их блять был не видно из-за постоянного смога никаких плесных пожаров тогда не было просто был постоянный смог просто была норма типа смотришь горизонта нет он отсутствует город в низине нахуй он закопчен дополнейший пизды блять поэтому нихуя не видно собственно город в низине как бы если буквально как как по-английски сказать город в низине низинный город бейзин серий и собственно бейсин сити это настоящее название города из комикса сенсити город грехов то есть там именно смысл в том что город назывался бейзин сити то есть город в низине и там первые две буквы они на вывеске нахуй упали отвалились это по моему даже в начале фильма показывается и как бы поэтому что-то син сити это это блять лос-анджелес просто ночной лос-анджелес ёбаная клоака говна отвратительный город просто пиздец я ничего блять гажи лос-анджелеса блять не вижу я знаю город хуже лос-анджелеса рена штат невада вот-вот-вот арена штат невада просто вот кал говна блять просто бородавка посреди пустыни нахуй от врая и бета блять язва на пустыне то есть я даже не знаю как 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 это еще охарактеризовать нет окланд это не то что около даже стоктон пизжи блять на дна блять нет на 3 на 5 на 8 голов чем блять ёбаный рена выдашься не представляет комната на то лос-анджелес блять короче объясняю ебучий рена невада это город наполненной казино ломбардами отелями и фастфудом где непонятно где вообще живут люди будешь там нихуя кроме этих четырех вещей нет в основном казино и блять ломбарды и он фоткнут посреди пустыни то есть там днем неимоверно жарко ночью пизда как холодно мгновенно то есть реально фоллаут то есть пустыня вот людям может показаться что из посреди пустыни воткнуть город то вот эффект пустыни он как-то типа не будет но проблема в том что похуй типа всем пустыне насрать что у вас город в пустыне будет как в пустыне а именно днем палит пиздец какое солнце просто жарят как вот как через лупу блять ты вот как как муравей ползаешь тебя лупы хуярит блять лазером короче примитивным а ночью холодно вот реально холодно вот так как будто вот должен быть снег но осадков нет поэтому не может быть снега то есть вот холодно реально там градус там 12 градуса где-то резко то есть вот было было блять 30-40 а потом хуяк ночь блять и где-то там там 12 там где-то между где-то одними четырьмя градусами хуяк блять ранняя осень я я просто охуел от этого говна просто пиздец